Лена говорила, самоуверенность, это хорошо или плохо, но самоуверенность, по-моему, уже имеет такую негативную коннотацию. Юра, ты был таким вот прям всегда резким, совсем вот настроенным, а ты сейчас вообще стал другой. Более того, даже моя жена говорит, я как будто живу с другим мужем. Неуверенный человек, он труслив, и он будет труслив всегда и во всём. Вот это некая шкала от самоуверенности до отчаяния какого-то, когда всё, мы потерялись. Вообще, очень интересный вопрос, например, почему неверующий человек может быть успешным? Важно понять, кто он, что он-то хочет, потому что действительно Господь свободу даёт, а мы часто не знаем, что с этим делать. Апостолу Петру было, наверное, не совсем комфортно, когда он сказал, ну нет же рыбы, мы же всю ночь стояли, трудились, ждали, пытались, её нет, Господи, но по слову твоему закину сети, да? Счастье, когда наша воля совпадает с волей Господом. А несчастье, когда моё желание не совпадает с волей Божией, да? Ну вот, да. И веры нет, потому что вера, она же крепнет, когда человек видит результаты своей веры. Я попал в кому и 19 дней лежал в больнице. В принципе, я говорил только, наверное, одно слово. Я говорил, Господи, 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 Господи. Поверь, что если Бог чему-то попустил быть сегодня, значит, это нужно будет завтра. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Клуб частных мнений». И в нашем вечернем эфире мы обсуждаем те темы, которые подняли авторы программы «Частное мнение» в утренних выпусках. И сегодня такую тему предложила для обсуждения журналист, телеведущая Елена Сурняева. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Тему мы сформулировали так. Верить в себя – это хорошо или плохо? И для разбора этой темы мы пригласили в студию Юрия Белонощенко, предпринимателя, основателя сети «Бэби-клуб отца пятерых детей». Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. И протеерея Александра Березовского, клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер. Для начала предлагаю послушать Ленину программу. Самоуверенному человеку трудно встретиться с Богом. Такое мнение сложилось у меня не вдруг. Более того, мне были интересны, уверенные в себе люди. Они все умеют, у них все получается, за ними можно пойти, ведь они знают, куда идти. Рядом со мной обычно были такие подруги. Очень удобно. Если ты в чем-то сомневаешься, подруга точно знает ответ. Какое кино мы будем смотреть? Какое платье я должна купить? И нужно ли мне идти на свидание? Сама я в юности стеснялась сказать, что чего-то не знаю. В институте до четвертого курса на семинарах не отвечала. Боялась сказать что-то не то и тихо радовалась, если мой мысленный ответ на вопрос педагога совпадал с ответами более смелых студентов. Когда я начала вникать в различные аспекты христианства, конечно, размышляла о смирении. Неужели моя нерешительность и поиск ответов у других и есть что-то подобное смирению? Было много внутренних противоречий. Неужели смиряться – значит всем уступать и со всеми соглашаться? Не сопротивляться несправедливости, не стремиться к большему. Этого хочет от меня Господь. Видимо, теперь на месте уверенных в себе подруг у меня будет Бог, который все про меня знает, все за меня решил, а мне лишь остается подчиниться Его воле. Не могу сказать, что мне это нравилось. Я чувствовала, что смирение – это что-то иное. А если представить, что я умею быть самоуверенной, знаю, чего хочу, знаю, как поступать, знаю, куда идти без всяких подсказок и советов, то я чувствую, что еще дальше от смирения. В этом варианте Бог вообще не нужен. Так как же правильно? Должна быть какая-то золотая середина. Одна забавная история стала ключиком к пониманию этой христианской добродетели. Моего сына зовут Матвей. Однажды, когда ему было около двух лет, он играл в комнате на полу, что-то строил из кубиков. Видимо, в его голове сложился какой-то слишком замысловатый план. Кубики никак не хотели выстраиваться в задуманную фигуру. Ребенок терпеливо строил сооружение раз, другой, третий, но конструкция опять обрушивалась. Кубики рассыпались по комнате. Впору было расстроиться и заплакать. Я ждала примерно такой реакции. Но сын вдруг решительно направился к иконам в углу. Поднял голову к образу спасителя и сказал, «Бог, помоги! Матейка сам не может!» Вернулся на место и завершил свою работу. Эта фраза стала для меня своего рода формулой смирения. У ребенка была цель. Он был уверен в себе и в том, что делает важное и нужное дело. И очень старался. Но когда возникла проблема и своих сил уже не хватало, он не стал злиться, бросать начатое. Он попросил помощи у того, в ком не сомневался. Вот бы всегда так просто, по-детски, без обид и стеснения признавать, что ты знаешь, чего хочешь, но не можешь это сделать, не умеешь. Но признавать с такой же детской уверенностью, что Господь обязательно поможет и сделает так, как лучше. С тех пор, если у кого-то в семье возникают сомнения, что-то не получается, и человек начинает сердиться, обвинять других или пытается просчитать все наперед, мы спрашиваем, Матейка сам не может? Это значит примерно следующее. Если ты хочешь сделать все сам, зачем тебе Бог? Он приходит к тем, кто зовет его, кто нуждается в нем. Отбрось самоуверенность. Признай свое несовершенство и доверься Богу. Он поможет. Бережно и с уважением, относясь к твоей воле, управит все так, как будет лучше всего для тебя, для спасения твоей души. Частное мнение. Вот такие размышления были у Лены, и мы потом долго обсуждали, а как же нам назвать? И Лена говорила, самоуверенность, это хорошо или плохо? Я говорю, но самоуверенность, по-моему, уже имеет такую негативную коннотацию, такой посыл. Да, давай назовем программу «Верить в себя». И мы поняли, что нас интересует вот эта грань веры в себя. Это вообще хорошо или плохо? Потому что есть психологическое понимание этого, есть, наверное, какое-то богословское понимание этого, или нет, отец Александр? Мы вообще в какой плоскости сейчас будем говорить? Ну, у каждого понятия есть много граней. Для понимания каждый человек может, наверное, на этот вопрос ответить сам, как он это понимает. Ну, конечно, верить в себя, здесь можно впасть в ту самую самоуверенность, в самодостаточность, которая погибельна для человека. Но в то же время человек не может сидеть, опустив руки, и ничего не делать. И вот как героиня этого рассказа надеется на то, что кто-то ответит, кто-то подскажет, а ей лишь останется порадоваться, что её мнение совпало с ответом. Нет, человек должен обязательно действовать, но обязательно опираясь на Бога. И Господь с радостью поддерживает такого человека, потому что Бог создал человека сотворцом себе. Человек не сам по себе творец, а он соработник, соработник Богу. И Господь включает нас в свой божественный промысел с тем, чтобы мы участвовали в том, что Бог творит. И поэтому очень хорошо, когда человек имеет смелость и не боится ошибаться. Ошибаемся мы часто. И в этом, в общем-то, нет ничего плохого, если мы научаемся на своих ошибках, когда не настаиваем на своём, даже когда очевидно неправы, а когда действительно научаемся на своих ошибках, совершенствуемся в таком хорошем плане. Бог очень хочет, чтобы мы шли за Ним. Он же нас позвал за Собой. А идти за Ним – это значит нащупать ту дорогу, по которой Господь нас ведёт. Наша самоуверенность мешает нам идти за Богом постоянно. Мы всё время как-то предлагаем Богу свой вариант видения тех и нелих вещей. И Господь смиренно, вот тут уж воистину смиренно выслушивает нас и даже иногда попускает нам на такие ошибки, чтобы мы, зайдя в тупик, признали, что нет, ошибся. Господи, Ты лучше знаешь. Вот это отдать первенство Богу, оно удаётся не сразу. Но со временем, если человек этого ищет, оно им удастся. – Ну, тут такой, знаете, глубоко богословский уже вопрос. А если есть правильная тропа, да, какая-то правильное следование за Богом, то зачем тогда нам действительно что-то ещё делать, сотворить вот это вот нам пространство, оно зачем? – Для того, чтобы человек познавал Бога. Вот для чего. Бог – Творец и наделил человека разумом. Он же не сделал из нас просто неких послушных животных, которому можно сказать «иди со мной» или «иди туда, иди сюда, делай то». И мы бы так послушно всё бы выполняли бы. Нет, человек – он особенное существо, наделённое разумом и наделённой бессмертной душой. Мы призваны Богом в вечность идти за ним. И поэтому вообще, ну, тут разговор уже о человеке должен был бы пойти. Кто такой человек? Что это за такое странное создание Божие, которому столько много дано? И так человек позволил себе против Бога восстать, а Бог его терпит, а Бог ради человека сшёл с небес и воплотился, и страдал, и был распят, и в третий день – и всё ради человека. Всё ради человека. Кто ж такой человек-то? Но это такой отдельный вопрос. Бог, он очень хочет, чтобы человек целью своей жизни сделал познание Бога. Ну вот если совсем так вот примитивно и практически взять Ленину ситуацию, какое платье надеть, на какую там дискотеку идти. Ну, во-первых, наверное, не все будут обращаться с вопросом к Богу, как бы, ну что утилитарные такие вещи, Бога-то беспокоить. Мне один так знакомый сказал, чего я буду беспокоить. А с другой стороны, если у Бога уже есть по этому поводу мнение, а я хочу сделать так, как Господь был бы доволен мной, то зачем мне проявлять свою волю? Ну вообще, надо сказать, что в большинстве наших таких сомнений и рассуждений ответ, он равнозначен, что так, что так. Вот когда человек выбирает, что ему одеть. Ну, одень что-нибудь приличное. А какого цвета, какого фасона? Ну, как тебе понравится? Ну, если у тебя есть какие-то предпочтения, ну, пусть они будут. То есть Богу здесь всё равно, что... Бог здесь не здесь, Господь, Он даёт как раз нам некую свободу. Пожалуйста, выбирай. Ты кем хочешь быть? Ну, выбирай. Ну, хочешь вот учись на этого или на этого. Тебе не очень понравилась твоя выбранная профессия, ты можешь доучиться или переучиться. Ну, пожалуйста. Ты очень хочешь жить пониже этажом, ну, переезжай из многоэтажки в частный дом. Ну, пожалуйста, нет вопросов. И таких, как бы, выборов, их множество у нас в жизни. Что купить на обед, а что приготовить? Ну, какие у тебя есть предпочтения с учётом дня недели? Вот. И, собственно, и делай, и делай. И Господь благословит твоё делание. И Господь, Он, как бы, не вмешивается в такое. Если что-то будет принципиально, Он напомнит. Принципиально для спасения, да? Ну, конечно. Или что? Где вот это вот? Для взаимоотношения человека с Богом. А, вот тут вот. Да, потому что если человеку совсем предоставить полную свободу всего и вся, то вот, как уже было сказано в этой передаче, Бог может стать ненужным человеком. Ну, ненужным. Потому что, да, человек увидит, что у него вроде бы как всё получается. Не задумывается о том, что Бог, невидимо участвуя во всём, подаёт человеку то, в чём человек как бы растёт. Потом он говорит, что вот я. Вообще слово я часто звучит так вот в обсуждениях. Вот я то, я то, я вот достиг, я вот принял решение, я создал. Вот это вот оно звучит. И забывают, как в 126-м псалме, по-моему, написано. Если не Господь создеждит дом, сует, трудишься, чащееся. Вот, ну, забывают. И тогда Господь напоминает о себе. Тогда Господь говорит, ну, ты без меня, ну, хорошо, попробуй. И начинает всё из рук валиться и всё сыпаться. Вот интересно, кстати, мы сейчас сколько уже говорим, да, с отцом Александром, и мы в основном предостерегаем и себя, и слушателей от той крайности, когда мы без Бога всё делаем, да. А у Лены была крайность, когда я не готова принимать решение, да, Лен? Ну, пусть тогда решит подруга, но не Бог на тот момент. Ну, подруга, да. Вот мне было так удобно, да. Здесь речь о том, вот и отец Александр, мне кажется, об этом говорит, любому человеку и верующему человеку, ищущему Бога, нашедшему, важно понять, кто он, что он-то хочет. Потому что, действительно, Господь свободу даёт, а мы часто не знаем, что с этим делать, не знаем, что делать с этой свободой. И вот этот, я отца Александра слушаю, и тоже вот такая какая-то метафора, что ли, в голове у меня возникла, вот эта некая шкала, вот этот диапазон, да, от уверенности нашей в себе, от... Самоуверенности. Самоуверенности до отчаяния какого-то, когда всё, мы потерялись. И вот мне кажется, вот на этих полюсах важно не уйти вот в то самое безвоздушное, безбожное пространство, когда всё хорошо, хорошо, хорошо всё получается, и вроде бы Господь не нужен. Я улетаю туда и забываю, что вот всё то, что у меня получается, да, это всё Господь. И на другом полюсе, когда я не уверен, я не знаю, что делать, я в отчаянии, и опять я забываю, что Господь-то рядом, Он меня не оставит. Поэтому, и вот если позволишь, ещё один пример, который я вспомнила, когда-то мы с семьёй поехали, такой досуг, аэродинамическая труба. Там, если представляете себе, там проводят инструктаж, там надо лечь вот на этот восходящий поток воздуха, расслабиться, да, и вот только тогда ты сможешь взлететь. И вот мой муж не смог. Он всё время пытался контролировать ситуацию, он очень уверенный в себе человек, он пытался контролировать ситуацию и встать на ноги. И так он и не взлетел. И для меня это такой тоже пример. Вот в определённых ситуациях доверься. И ты полетишь. Да, ты полетишь. Это не значит, что ты ничего не делаешь, но нужно понимать, в какой-то ситуации в данный момент находишься, и что тебе делать. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамера. Сегодня мы обсуждаем тему «Верить в себя. Это хорошо или плохо?» Автор программы на эту тему, которая стала поводом для разговора. Журналист, телеведущая Елена Сурняева. И в гостях у нас предприниматель, основатель сети «Бэйби Клуб», отец пятерых детей Юрий Белонощенко и протерей Александр Березовский. И я бы хотела сейчас спросить Юрия на эту тему. Вы ощущали себя внутри вот этой шкалы, о которой Лена сказала, от «Я не знаю, как быть», до «Я сам, Господи, без тебя». Ну, если вспоминать вообще историю моей жизни, как я себя ощущал, я, наверное, ну, у меня не было таких прям больших проблем, там, спрашивать, что надо делать и так далее. Перед тем, как еще пришел на передачу, я сразу сказал, что я переживаю и не знаю, что сказать. Потому что, если так вот вспоминать, где я нахожусь сейчас, я, наверное, только, ну, пять лет уже такой больше прям такой высороквеленный христианин, ну, считай, в пятом классе нахожусь. То есть я еще пока такой начинающий. Я просто тогда дополню, что до этого Юрий был в инвестиционных компаниях, в банках и умудрялся делать то, что не делали конкуренты. И за счет этого любые филиалы и организации, которые он возглавлял, делали огромный рывок. Я об этом прочитала в одном международном популярном бизнес-журнале. То есть вы в своей жизни действовали по полной, всегда находили возможность для действия, ту, которую другие не видели. Ну, наверное, да. Наверное, да. И вот на... тоже на одном из таких подкастов, которое было вот в конце декабря прошлого года, когда мне говорят, Юр, ну вот, а ты, в принципе, вот как-то, ты бываешь вот что-то, ты не веришь, сомневаешься, вот там вот ты чего-то боишься. Я говорю, ну, я не знаю, вот у меня как-то может быть, ну, такая черта характера. Ну, откуда у тебя? Я говорю, ну, наверное, может быть, от отца. То есть я здесь начинаю вспоминать от отца. Более того, я часто об этом говорю. Папа уже нет в живых. Но, тем не менее, когда я даже говорю про вот во что я верю и что, как бы, там, мне помогает в жизни, да, когда я, там, иногда говорю, там, про наставников, про учителей, я говорю, ну, вот у меня отец самый первый учитель, который, в принципе, меня чему-то научил. И когда вот я уже пришел к Богу, да, потому что я уже говорил, что мне было там, наверное, лет 10, когда меня крестили в Витебске, в Белоруссии, ну, просто покрестили и покрестили. Там был крестик, потом он же там давно куда-то потерялся. То есть много лет, наверное, я, ну, никак в эту сторону не двигался. А в какой-то момент оно просто пришло. И, наверное, пришла проблема, что одна из наших дочерей попала в зависимости, и нужно было как-то ее спасать. И вот нам сказали, ну, есть как бы два варианта, либо она будет всю жизнь на таблетках, либо она поверит в Бога. И так как пока ее было очень сложно убедить, то мы решили пока на своем примере. И вот мы тогда с Женей пошли в храм и стали, естественно, там причащаться, исповедоваться. Наши маленькие дети тоже пошли за нами. Вот, и мы там жили в одном месте Москвы, и сейчас мы живем в Антиохийской подворье. Это храм Архангела Гавриила и Федора Стокчелата. И вот наши маленькие дети тоже ходят в храм. И когда вот я сейчас переключился в эту тему, то есть, во-первых, я понял, что, ну, наверное, это единственный путь спасения, и не только там для Наташи, и не только даже там для нас. Мы уже, в принципе, там, в этом году нам будет по 50, но даже для наших маленьких детей. И вот в эту сторону я начинаю смотреть, думать, переживать, осмыслять и так далее, и так далее. Интересно, почему вот вы говорите, что раньше, как я читала, да, про вас, вы всегда знали, что делать? У вас не было этих вопросов. Вы умудрялись, даже когда фотографией занимались, да, в школе, вы знали, что не делают ваши конкуренты. Быстро отдать снимки, по-другому коммуницировать с клиентами. Вы всегда находили то, что не сделали другие. Именно проделание, да? А сейчас вы говорите, я в пятом классе, мне нечего сказать. А что теперь, придя к вере, человек становится вот-вот потерянным каким-то? Или что? Почему вдруг та, как бы, парадигма ушла? Ну, я бы не сказал, что стал потерянным, но я просто, наверное, переосмыслил какую-то часть своей жизни. Здесь, наверное, много было всего сделанного и интересного. То, что вы говорили там, и я открывал там большое количество филиалов, тройки, диалог по всей стране. И мы открывали много своих веб-клубов в разных городах и так далее. Но в какой-то момент вот у меня случилась такая перезагрузка, наверное. И даже когда мои друзья говорили, что, Юра, ты был таким вот прям всегда очень, как же у них такие слова, ну, как бы вот там совсем очень резким, совсем вот настроенным, а ты сейчас вообще стал другой. Более того, даже моя жена говорит, я как будто живу с другим мужем, то есть как-то это изменился. И, наверное, эти изменения происходят в том числе, ну, во всяком случае, как это произошло у меня. И я попал в кому, и 19 дней лежал в больнице, после этого только я открыл глаза и вдруг вернулся и понял, что со мной было. И, к сожалению, до сих пор у врачей нет диагноза, что со мной произошло. Я начал потихонечку вообще возвращаться в нормальную жизнь. И в этот момент я почему-то осознал, что, ну, а ведь Господь меня же спас. И когда даже говорили, когда я лежал, вообще ничего не понимал, в принципе, я говорил только, наверное, одно слово. Я говорил, Господи, 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 я даже там никаких других слов туда не добавлял. Я, может быть, сейчас потом расскажу, как мои друзья уже стали добавлять там, Господи, помилуй, например, тоже в своих каких-то таких событиях, которые нужно было спастись. И вот потихонечку потом я как-то вот, ну, как, условно говоря, открыл глаза. Вот, правда, реально открыл глаза, так вот увидел это все и думаю, что я делал не так в этой жизни. Вот. И что это было? От чего пришлось отказаться? Ну, в разрезе нашей, например, темы. Я думаю, что я, там, может быть, был достаточно иногда таким более резким, там, мог увольнять людей, там, не знаю, так по щелчку пальца расставаться с ними. Ну, это в меньшей степени, наверное, потому что то, что я больше всего стал переживать, что я уехав из Самары в Москву, и дети стали расти, было три девочки, потом еще родился сын четвертый, сейчас уже их пятеро, потому что еще дочка родилась. Меньше стал общаться со своими родителями, и, наверное, когда вот я стал переосмыслить, я думаю, ну, как это понимал я, и как, наверное, многие другие люди тоже делают, я стал, стал относительно взрослым, и когда даже папа, там, спрашивал меня, как у меня дела, или, там, какие-то, я говорю, пап, ну, слушай, что ты меня, как бы, там, грузишь, ну, я сам знаю, что надо, там, я сам понимаю, как бы, ну, так бы, давай, как бы, я самый умный, я все знаю. А потом, когда вот отца вдруг не стало, и я стал понимать, что, ну, наверное же, папа какие-то правильные вещи говорил, какие-то правильные советы, и тогда вот я стал переосмысливать. И вот уже, когда родителей не стало, мы, как раньше, они ушли в тринадцатом году, и, там, через год, там, не знаю, мы, как обычно, приезжаем в Самару, у нас там офис, там, друзья и так далее, идем на кладбище. Как мы ходили на кладбище к родителям? Ну, то есть мы пришли, положили, там, какие-то, там, конфетки, там, цветочки, ну, пять минут постояли, ну, как-то так посмотрели в небо, там, ну, там, папочка-мамочка, старство-небесное, естественно, дальше по своим делам, потому что, друзья, там, давай в баню, давай там на работу, то есть каждый раз сразу переключался, об этом забывал. А вот после того, как я рассказываю все свое переосмысление, когда я подумал, а оказывается, это вообще, ну, самое важное, мои родители, которые меня на этот свет, тонн говоря, отпустили и воспитали, и теперь я могу час приходить, иногда даже один, иногда с детьми, иногда один просто сидеть и просто разговаривать, или читать какие-то там молитвы, псалтырь какой-то, читать и так далее. И вот это переосознание, наверное, во мне произошло. Но, наверное, на этом я и не остановился, потому что потом стали появляться друзья, которые вдруг стали говорить, друзья, естественно, разные, кто из бизнеса, кто из, там, спорта и так далее. И вступил в кучу разных сообществ и думал, думал. И в итоге думаю, нет, что-то не хочу, надо заниматься своим делом, надо заниматься, создавать свою экосистему. И в какой-то момент приходит товарищ, там, говорит, что-то мы с тобой давно не виделись, там, у нас переписывались, никогда лично не виделись, вот. И мы такие, как бы, оба, наверное, там, встречаемся в кафе, там, в ресторанчике, он говорит, а у нас тут, Юра, есть такое сообщество православных бизнесменов. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, вот у нас есть такое небольшое закрытое сообщество, там, 35 человек, и вот все из бизнеса, и вот у нас есть там определенные, там, мы там ездим в паломнические поездки, там, молимся и так далее, и так далее. Я говорю, а как, а как можно ли в него вступить? Ну, можно вступить, там, собеседование, и все такое. Проходит буквально там, не знаю, несколько недель еще одно сообщество говорит, Юра, вот мы сейчас, там, у нас называется, там, от отца к сыну, мы там раз в неделю встречаемся, с утра читаем Евангелие, не хочешь к нам присоединиться и просто туда приходить. Я говорю, и это мне тоже становится интересно. И меня получается разрывать, я еду в паломническую поездку в Питер, а встреча обратно в Москве, и мне хочется быть там. Я и там, и там, участвую, и вот, и все, и все эти люди, которые, они вроде бы из бизнеса, в том числе, да, то есть у них у всех есть дети, но все они верят в Господа нашего Иисуса Христа, и они рассказывают, и я начинаю к ним присоединяться, и вот, это огромное счастье получать. И чем они отличаются в разрезе нашей темы? Предприниматель, человек предпринимающий действия, да, чем отличается тогда верующий предприниматель, от предпринимателя, как вы говорите, каким вы были, да, решительным, жестким? Ну, я здесь, как я уже сказал, я в пятом классе, а если говорить, да, уже про сообщества, в которые я вступил, еще и год не прошел, то есть я только начинаю. Но вы же их увидели, какое они впечатление произвели, их какой-то кодекс, вот, ну, что? конечно, да, у каждого сообщества есть свой кодекс, и несмотря на то, что все они занимаются бизнесом, они все очень успешные, некоторые успешные, там, намного, там, десятки, наверное, порядков больше, чем я, но тем не менее, они все и бизнесом успешно занимаются, и в том числе, и верят в Бога, и вот когда я смотрю на этих людей, когда приходят они, там, с женами, у нас есть разные, там, и с детьми, и так далее, и, наверное, да, вот в этот момент я осознаю, что это какая-то другая каста, немножко другая, и они какие-то, вот, ну, я не знаю, добрые, наверное, ну, то есть, если так вот коротко, если там двумя словами, какие-то очень добрые, очень бережные люди. Но уверенные в себе при этом, вот, опять же, да, да, возвращаясь к нашей теме. да, ну, да, я думаю, что уверенный в себе, и, конечно, если у кого-то, не бывает, что мы все идеальные, у кого-то возникает, там, какая-то проблема, там, не знаю, там, ребят, я там заболела, что-то еще, там, помолитесь за меня, то есть, это не значит, что все 100% уверенные во всем, но вот ваш вопрос сейчас про предпринимательство и как это связано или нет, потому что я сейчас хочу вернуться немножечко, наверное, ну, в историю, откуда вообще взялось предпринимательство. Если посмотреть наших предпринимателей, которые были еще в Российской империи, ну, они все были православные, 100%, потому что там не было других, они все верили в Бога, они все ходили в храм, они строили храмы и так далее, и вот я сейчас смотрю назад немножечко, как это было, оказывается, это так и было, просто у нас изменилась страна, у нас изменился, там, подход, там, социалистический, капиталистический, но когда-то ведь это было раньше, и мне кажется, у вас даже и много таких было исторических персонажей, которые на Радио Веры как раз вы и рассказывали про них. Да, вот интересно, да, Лен, кстати, люди, которые были предприниматели, бизнесмены наши российские, гораздо больше даже делали и более успешными были, да, как-то коррелируя свои действия с Богом. Это вообще, мне кажется, очень интересная тема, вера и бизнес, да, если уж мы говорим об уверенности в себе, это прям вот хороший пример такой, потому что предприниматели, бизнесмены, им как-нибудь уверены, им надо постоянно что-то решать, им надо идти в письме. Нести ответственность. Да, 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 нести ответственность, причем, ну, вот ежесекундно и так глобально. И как, да, вот, ну, и батюшка, я думаю, здесь тоже какие-то с людьми вы общаетесь и примеры какие-то приведете. Это потрясающий пример того, как это может сочетаться, потому что остальные люди, ну, кто-то может тихонечко в уголочке отсидеться, да, думая там, какое же мне платье вот это самое надеть. А здесь не получается, вставай, иди, и делай. И оказывается, одно другому не противоречит. Хотя есть очень много людей, у меня есть знакомый, который отошел от церкви, и сейчас, год спустя, как он ушел, да, из православной церкви, он говорит, я вспоминаю о церкви, как о потерянном рае. Я говорю, почему? Ну, потому что в моем понимании бизнес и церковь никак не коннектятся, извините за современное выражение. Странно. Александр, как это соединить? Ну, там надо постоянно принимать решение как-то действовать. Ну, надо, да, действовать. Но пока человек был неверующим, он принимал эти решения на основе собственных опыта, может быть, образования, каких-то собственных измышлений, мыслей. А когда он стал верующим, он начинает опираться на Бога и видит, что он стал больше понимать, чувствовать и мочь. Вообще, очень интересный вопрос, например, почему неверующий человек может быть успешным? Он к Богу не обращается, он как бы на Бога не опирается, он, наоборот, возрастает в собственном мнении и в собственном таком величии. И у него всё ладится. У меня была такая встреча с одним тоже очень таким успешным молодым человеком, который к 27 годам выстроил очень крупный бизнес и говорил, что я всё сделал сам. Я, мне Бог не нужен, не был никогда, я его начинал, никогда я его развивал, не сейчас, когда у меня уже всё-всё хорошо. Вот, и вот он, так сказать, был в полной уверенности, что это всё его полностью заслуга. И вот Бог же дал ему. Хотя он Бога отодвинул сознательно и всё приписал себе. И так комфортнее действовать. Мы вернёмся к этой теме через небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы обсуждаем тему «Верить в себя. Это хорошо или плохо?» У нас в гостях автор этой темы и программы на эту тему Елена Сурняева, телеведущая, журналист, предприниматель, основатель сети «Бэйби Клаб», отец пятерых детей Юрий Белонощенко и протерей Александр Березовский. Не переключайтесь, сейчас будем задавать отцу Александру много вопросов на эту тему. Клуб частных мнений на радио «Вера». Мы возвращаемся в студию в эфире программы «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и сегодня мы обсуждаем тему «Верить в себя. Это хорошо или плохо?» И у нас в студии инициатор темы Елена Сурняева, тележурналист, основатель сети «Бэйби Клуб», отец пятерых детей Юрий Белонощенко и протерей Александр Березовский, клирик храма Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Отец Александр, вот поэтому и начали разговор про бизнес, что очень удобно принимать решения на базе своего опыта. Апостолу Петру было, наверное, не совсем комфортно, когда он сказал, «Ну нет же, рыбы, мы же всю ночь стояли, трудились, ждали, пытались, ее нет, господи, но по слову твоему закину сети». То есть вот тут как раз отойти от профессионального опыта, прямо поперек пойти, и сделать то, что для тебя абсолютно логично. Это непросто. Ну так по-человечески. Тогда как вот в бизнесе? Каждое свое решение согласовывать в молитве, я сейчас примитивно говорю, или как? А почему и нет, да. Да, верующий человек, он уже не может ни посоветствоваться с Богом, ни не попросить его благословения на принятие этого самого решения. Уже просто не может. У него уже как бы, ну, в голове это происходит, уже помимо даже какой-то воли самого человека, когда человек привык опираться на Бога, то все происходит с благословением Божьим. Ну вот интересно, мы молимся и крестим тарелку перед тем, как я съесть тарелку супа. Ну, казалось бы, такое простое дело-то, ну, можно же и без этого. Но нет. Вот перед едой надо помолиться. А перед встречей и какой-то серьезный такой вот принятием решения, а почему нет, а как так, просто поначалу, когда человек еще, ну, так вот, Бога-то не очень знает, Бог ему помогает. Ведь все, что человек достигает, это все дар Божий. Но как бы взадел. Туда аванс, некий аванс, с тем, чтобы человек, когда достигнет уже неких и знаний, и умений, и уже сможет действительно приносить пользу, Господь его обращает к себе. И человек полностью со своим багажом знаний, со своим бизнесом, и всем, что он имел и считал своим, он становится Божьим. И все это уже отдает во славу Божию, вот, на службу. Поэтому, ну, что-то так, вот такие пути неисповедимы, Господни. А что вы ответили тому молодому человеку, который вам сказал, что я все сделал сам, в 27 лет бизнес построил, и мне Бог не нужен? В тот момент было с ним бесполезно спорить. Я сказал, что придет время, и Господь тебе даст все понять и увидеть. Вот, потому что тогда еще было не время. Он был настолько, как бы, вот, уверен в своей правоте, что этот спор был бы ни о чем. Просто ни о чем. Для того, чтобы с человеком о чем-то говорить, должны быть одинаковые ценности в жизни. Если я начну приводить цитаты из Священного Писания, а для него Священное Писание не авторитет. Он скажет, ну, и что, ну, подумаешь, люди написали там, много умных книг есть в жизни, в мире. Вот, поэтому, нет, в тот момент не стал ничего продолжать. К сожалению, не встречались больше, это был единственный разговор, я хотел бы с ним встретиться, там, может, какое-то время спустя, но я уверен, что Господь ему открыл. Вот, как Юрию тоже дал возможность сначала повариться в собственном соку, а затем увидеть источник, откуда, собственно, все это было ему дано. А почему кажется, что проще без Бога? Ну, потому что вера, она накладывает на человека определенные требования, а подчиняться человеку по гордости не хочется, ну, не хочется. Дети противятся родителям, потом противятся учителям, потом противятся собственным начальникам, но и во всю жизнь человек противится, потому что он считает, что вот они неправы. поэтому и Бог, он как бы, он считает, что Бог, он вмешивается во все, накладывает на все ограничения и лишает человека свободы. Кстати, мне кажется, мужчин поэтому в храмах меньше, потому что мужчины не более гордые. Это отец Дмитрий еще Смирнов, он часто говорил, почему у нас церковь женская, говорит, женщины наиболее смиренные, а мужчины более гордые. Ему трудно признать свою несостоятельность или свое непервенство, уступить первенство Богу, тяжелее. Но зато, мне кажется, когда уже мужчина приходит к вере, это уж вот такая вера твердая и горячая бывает. Даже может быть и, собственно, монахов-то, да, вот монашество это все-таки в нашем понимании такая больше мужская стезя, но мне так кажется, потому что уж если человек, мужчина пришел, это я недавно стояла в храме, смотрю, вот мужчина на коленях стоит, я думаю, это человек прошел некий путь, да, чтобы встать на колени. Я тоже думала про вот это вот именно положение, да, на коленях мужчине трудно. Он не стал неуверенным в себе или менее уверенным в себе, и я там знаю этого человека, у него семья, он зарабатывает деньги, там все нормально, но вот он пришел к пониманию того, что Матейка сам не может. Мы все-таки сегодня взяли бизнес, да, как такую, может быть, лакмусовую бумажку, где как раз требуется уверенность в себе или навык полагаться на Бога, наверное, чтобы быстро действовать, или как, Юрий? Вот для вас как сейчас? Было проще тогда или сейчас? очень просто. То есть, каждый раз, когда думаю, я просто думаю, как бы вот, а как Господь, вот он как бы, он как мне вот, чтобы сказал, делать это или не делать? То есть, это сейчас уже как бы мысли просто в моей голове, потому что раньше этого не было. И сразу какое-то идет понимание, и как-то у нас и бизнес начинает расти, и какие-то франчайзи приходят, такие ответственные, которые соблюдают наши ценности, которые вот, они приходят сами по себе, и это, когда вот мы с Женей иногда об этом говорим, это вот как-то, ну, просто как с Божьей помощью. Даже сам вообще весь бизнес наш, Baby Club, которому уже там 24 года, если так посмотреть, Женя никогда не была психологом там. А она сейчас практически руководит, ну, то есть, она его и строила, этот бизнес. Да, да, да. То есть, и это как-то вот произошло просто, наверное, Господь сказал, вот, Белоноченко, вам вот это надо делать, вот, и оно происходит, наверное, само собой. И когда я говорю даже вот про вопросы какие-то вот, которые иногда возникают, думаю, ну, как же вот, думаю, ну, вот как так, не обязательно там советоваться даже там с какими-то друзьями или с кем-то и сразу понимает ощущение, да, ну, спокойно иди вот это делай. Ну, для нас, для меня это вот просто так, просто вот, наверное, такой совет себе, совет просто как бы вслух сказать Господу нужно в эту сторону идти, или нет, он просто сам приходит сам по себе. Почему-то мне кажется, что все верующие бизнесмены обязательно занимаются благотворительностью, вот просто, мне кажется, без этого тоже не бывает. Бога богатей, да, богатство. Ну, в той или иной форме как-то, да. Не сказать, что мы прям благотворительностью занимаемся, мы вот поддерживаем, например, Сонечку Шаталову, аутистку, вот, девочку, она тоже как-то, вот она просто высветилась у нас в каком-то информационном поле, мы увидели, что вот есть такая девочка и думали, ну, вот как бы даже вроде бы не было возможности там как-то ее сильно поддерживать деньгами, но, тем не менее, решили, а давайте выпустим книжку про нее, вот, так как она может писать, говорить не может, вот, и просто расшифровали все, что она писала, и вот выпустили такую книжку, там, вместе со студией Лебедева, красивая обложка, книжка, все дела, как бы для того, чтобы в том числе поддерживать ее семью, вот, сейчас уже вышла электронная книжка, недавно записали аудиоверсию, и оно приходит, ну, происходит как-то само собой, когда видишь, что нужно человеку чем-то помочь, если для этого у меня там какие-то ресурсы, если получается, то мы это делаем. А так и жила, ведь, что сейчас обсуждать, это все понятно, что так и жила Россия, да, то есть, даже когда в склиф попадаешь, думаешь, о, благодарю вас, да, потому что было построено тоже как меценатское, да, дом бахрушенных, в котором моя мама, в котором моя мама жила, когда была маленькая. То есть бизнес не ради того, чтобы обогатиться, да, и набить какие-то кубышки, а еще и ради того, чтобы делать добрые дела, потому что именно Господь дает. Ну, мне кажется, такая простая схема, понятная. Понятная схема, когда ты с Богом, наверное, да? У меня такое немножко не из бизнеса, но такая вот реальная история с моей сестрой, которая была буквально там в прошлом году, и, ну, наверное, можно так сказать, что она поверила. Вот. Она живет в Самаре, поэтому я не знаю, часто ли она ходит в храм или нет, когда она приезжает к нам в Москву, она вместе с нами ходит в воскресенье. И такая смешная история, но тем не менее. Значит, она едет, садится в машину, пытается не опоздать на поезд. Вот. Выехала очень поздно, пробки, и она думает, ну, все как бы, то есть нереально. И начала просто вот господи, дай мне вот возможность доехать. Ну, просто вот начала как-то слух говорить. И просто зеленый свет. Вот. Вся Самара, вот везде. Зеленый коридор. Зеленый коридор. Ни одного, значит, ни одного светофора, она просто доезжает, ставит машину, успевает на вокзал, вот, и разговаривает со своим сыном, и он говорит, мам, ну, ты поверил? Она говорит, да, вот я поверил. То есть никогда в жизни такого не было. Но это вот как, например, выехать из центра Москвы, например, в Шереметьево, уже, когда просто, ну, нереально, просто ставят пробки, и все. И вот у нее это получилось. А вот я хотела про обратную сторону вот этого шкалы, хотя мы уже очень много проговорили, но все-таки вот вторая сторона. К отцу Александру с вопросом обратиться. У меня есть знакомая семья многодетная, где девочки перед экзаменом готовились, а мальчик молился. Сдавал ей и те, и другие. То есть там четверки, тройки, там, пятерки, они получали и те, и другие, вне зависимости от того, кто как готовился. Ну, это так вот очень по-детски, да? Но бывает же такая ситуация, когда я вот на Бога полагаюсь и ничего делать не буду. Но это же тоже есть крайность. Ну, вы знаете, можно, можно, наверное, найти примеры и Божьей помощи, и наоборот, некого отказа на такую молитву, именно когда человек к этому прибегает, наверное, слишком часто. Когда он один раз получил от Бога некий подарок и думает, о, и что я буду напрягаться, я вот могу так. Ну, напрягается в молитве, а разве это неправильно? Недостаточно. Это правильно, но недостаточно. Бог хочет, чтобы человек трудился и чтобы упражнялся, и ум свой упражнял, и память свой упражнял, чтобы человек развивался, потому что иначе человек упражняется в лене. Он просто ленится, и чушь. Встал, Господи, помоги, вот мне экзамен надо сдать, вот без тебя никак там и три поклона сделал, там, и святой воды выпил, накануне причастился, пришел и двойку получил. А как так? Ну, как? Ну, в первый раз, когда ты обратился, помнишь, еще там пять лет назад в пятом классе, я тебе помог, а что изменилось с того времени? Ты как-то немножко себя подвигнул к труду-то, к учебе? Нет? Ну, вот поэтому в одиннадцатом ты провалил. И как мне быть? Ну, как? Вот делай выводы для этого. А вообще я хотел вот что еще сказать. Неуверенный человек, он труслив. И он будет труслив всегда и во всем. Поэтому Богу угодно некая наша такая уверенность. Но не в том, что я могу и все могу, а в том, что я с Богом могу. Я могу, но с Божьей помощью. А когда вот человек, знаете, так вот действительно не уверен, я не знаю, это вот предлагают, но я, наверное, не смогу. И вот так постоянно вот, ну, давайте не будем, давайте нет. Ну, и действительно у него в жизни ничего нет. И веры нету. И веры нету, потому что вера, она же крепнет, когда человек видит результаты своей веры. Вот поэтому мы призваны трудиться по вере. И вот когда мы действительно с верой в Богу начинаем трудиться, ну, и у нас и получается. Ошибаемся, тоже результат. Мы знаем, что в эту сторону ходить не стоит, надо, значит, как-то повернуть иначе. И вот эта вот уверенность на самом деле, она тоже очень важна. Но она, вот я бы и не сказал её совершенно как самоуверенность, как уверенность именно только в себе. Нет. Я уверен, что у меня с Богом получится. Клуб частных мнений на радио Вера. Напомню, что в эфире программа Клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамера. Мы сегодня обсуждаем тему «Верить в себя. Это хорошо или плохо?» Инициатор темы Елена Сурняева, тележурналист. В гостях у нас предприниматель, основатель сети Baby Club, отец пятерых детей Юрий Белоносенко и протеерей Александр Березовский. Леночка, у тебя возник вопрос в ответ на то, что сказал отец Александр. Слушала мысль отца Александра и тоже вспомнила Евангелие, которое для нас всё-таки авторитет. Дерзает щерь. Вообще-то ведь вокруг Христа не то чтобы уверенные в себе люди в том плане, они знают, чего хотят. Они хотят к Богу обратиться, они хотят что-то делать. И он поощряет, он никого по рукам не бьёт. Он говорит, дерзает щерь. Вот это для нас наверное в каком-то смысле пример. Действуй, действуй, если тебе это нужно, действуй, проси у Бога помощи, иди делай. То есть доверие Богу, оно ещё в том, чтобы как бы делать то, что он ждёт, а он ждёт, чтобы мы действовали. Мне кажется, это вообще счастье, когда вот момент счастья... Он нас учит, он нас учит, в каком направлении действовать. И вот эти евангельские все события, которые описаны, они как раз и пример, как нам должно действовать. Да. И счастье, когда наша воля совпадает с волей Господа. Мне кажется, вот это такой момент, ну для меня, это такая формула, чего я хочу, а чего от меня хочет Господь. А несчастье, когда мое желание не совпадает с волей Божьей, да? Ну вот да, иногда, наверное, в этот момент чувствуем себя немножко несчастными, но здесь надо подумать, да, а всё-таки, да, куда я хочу, ну ты свободен, можешь идти своей дорогой и выполнять своё желание, но не обижайся, что Господь, может быть, тебя не поддержит в этом. А у меня ещё вот какая мысль по поводу уверенности в себе. Мне кажется, что можно, наверное, опираться на то, что мы цены перед Богом, и, во-первых, мы его дети, мы его создание, во-вторых, он нас наделил некими талантами, вот в этом. Можно же быть уверенным, уверенным в себе, как носители вот этого божественного замысла, о тебе. Нет, отец Александр, это я умствую. Ну, то, что человеку дано, оно же ещё должно как-то раскрыться. Талант можно носить в себе и даже не знать о нём или направить его во зло. Вот, а чтобы он раскрылся именно как добро, должно быть Божие благоволение на это и помощь. Поэтому, ну, как вот, да, мы все, нет людей безталантных, ну, вот каждому человеку что-то дано обязательно. И развить этот талант и приумножить это можно только если Господь будет действовать вместе с нами. Ну, вот, парадокс того, что у неверующих людей всё получается. Я тоже над этим задумался, ну, как же так вот. Казалось бы, а иногда же неверующие люди, они то, что приобретают в результате своих там действий, они потом и во зло направляют. И как вы это объясняете для себя? Понимаете, всё по попущению Божьему. Ну, вот человек какой-то бизнес официальный, легальный, а потом создал ещё нелегальный бизнес и там штампует какую-нибудь, ну, какую-нибудь гадость, какую-нибудь мерзость, которая развращает там людей, детей, запускает такие там интернет-проекты, которые питаются своего легального бизнеса. И вот тут возникает, а где Бог? Чего это он так вот попускает или, глядя на всё это, он растлевает наших детей своей такой подпольной деятельностью, а Бог её по рукам не бьёт? Вы знаете, это такие вопросы, они издревле возникали в умах людей, где Бог, когда там беззаконие творится, когда невинные страдают, когда в тюрьмах две трети людей ни за что сидят, когда младенцы там умирают, ну, там бесконечный список вопросов, где Бог? И вот я помню, нашёл ответ на этот вопрос. Бог стоит рядом и плачет о происходящем. Пронзительно. Вот, понимаете, а почему не вмешивается так и такова Его воля? Мы не можем заглянуть в завтрашний день, мы можем только поверить. Как Господь сказал, блаженны не видевшие, но веровавшие. Вы знаете, это вот ко всем нам. Поверь, что если Бог чему-то попустил быть сегодня, значит, это нужно будет завтра. Каким-то образом. Вы знаете, тут удивительно, Александру Микедонскому Бог благословил завивать полмира. Знаете, зачем? Он повелел на всех им завоёванных территориях говорить на греческом языке. чтобы потом в этих странах могло быть проповедано Евангелие. Спустя много там столетий это там. Но вот так вот, понимаете, Бог действует. Бог так действует. Мы не знаем, что сегодня происходящее, как оно потом отразится в будущем. А если бы Александр Македонский был неуверенным в себе человеком, да? Господь знает, что делать. Поэтому, да, мы стараемся действовать по вере, но действовать решительно и смело, как апостолы действовали, проповедуя Слово Божие по всему миру. И оно имело просто совершенно сокрушающий успех, потому что никто не мог сопротивляться силе этого слова. Вот если мы будем вот с такой уверенностью действовать, ну что ж, тогда Господь воцарится и в наших душах, и во всем мире. Я, как бы, подытоживая программу, да, мы уже подходим к концу, я хочу поделиться одной мыслью, которая у меня родилась, когда Юрий рассказывал про своих родителей, что, наверное, вот этот вопрос, а зачем нужен Бог, там, быть уверенным в себе и без него, или с ним, мне кажется, все-таки ответ лежит не в плоскости эффективности действий, а мы пока про это говорили, а в плоскости любви к Богу, потому что когда приходишь на могилу к папе, с которым недавно расстался, да, вот в этой временной жизни, там не про эффективность, там про любовь, и поэтому когда ты все-таки любишь Бога, тут уже на первое место выходит вот это, да, вот эти взаимоотношения, а вовсе не то, как ты эффективно будешь действовать в тех или иных ситуациях, Лен, как ты думаешь? Ну да, вообще мне кажется, как ни странно и ни парадоксально может быть, но и собственно это в моей истории, вот, да, пример с моим сыном, который что-то делал и потом побежал, вот Бог, помоги, для меня это был ключ к пониманию смирения, да, не столько там уверенности в себе, но вот это же бок о бок эти понятия идут, да, когда ты смиряешься, ты принимаешь вот то, что есть сейчас, да, это действительно не про эффективность, ты правильно говоришь, это про любовь, ты смиряешься и доверяешь Господу, вот то, что Он тебе дает здесь и сейчас, это это то, это твое, вот, прими, ну, а дальше уже каждый вот действует, да, останавливается или замедляется или наоборот идет вперед, принимает вот это, какое-то решение, ну, да, моя формула такая, Господи, я не хотела этого, например, да, но ты мне это сейчас даешь, я это принимаю, помоги, да, Матейка сам не может, вот, про любовь, конечно же, к Господу и же про желание творить Его волю, слово творить это глагол, поэтому, поэтому... Для начала принять бы, ну, вот, да, но... Творить это уже следующий шаг. И мне кажется, вот, если люди от природы свои уверенные, у них будут одно понимание и восприятие вот этого, этой темы, а есть люди не очень уверенные в себе, вроде меня, здесь другая история, вот, для меня важно было научиться как раз действовать вот этой смелости, если я говорю, Господи, дай мне увидеть волю Твою, творить волю Твою, значит, вот, есть какая-то ситуация, вставай, иди, делай, кому-то нужна помощь, нужно что-то сказать, нужно кому-то, ну, вот, как-то поучаствовать, бери, делай, Господь поможет. Ну, вот, как отец Александр сказал, что надо действовать, действовать, и здесь, я думаю, все-таки, некоторых наших зрителей вопрос, а что действовать-то, ну, вот, как, то есть, я вроде бы, делай-то что, да, делай-то что, и вот, если я сейчас возвращаться, вот, когда вы представляли, что я и ультрамарафон пробежал в пустыне Сахара, это 250 километров, и каждый день, не укладывается, и каждый день нужно бежать, я бежал 42 километра, и вот, когда я в итоге уже понял, выработал некто определенные свои принципы, как получилось, вот, что это нужно было просто маленькими шагами бежать каждый день, и вот этот вот маленький шаг, который человек, наверное, если он думает, просто это надо сделать, какой-то маленький шаг, но он должен быть регулярным, то есть, он не должен быть, он не должен пропускаться, условно говоря. Вот, мне кажется, мы не просто даже поговорили на тему, но мы, наверное, какой-то нашли маленький рецепт, да, просто делать шаги, молясь. Лен, у меня только один вопрос остался к тебе, почему-то я его раньше не задала, а когда ты искала совета у подруг, ты тогда с Богом еще не встретилась? Ну, наверное, нет, это было, ну, скажем, ну, вот, да, я считала себя верующей, но еще не знала, наверное, Господа, не понимала его так, как, ну, вот, может быть, сегодня это у меня. Мне это очень понятно, потому что мне тоже мама все время говорила, да, что ж ты все время спрашиваешь, как правильно-то, а я такая правильная девочка выросла, и когда уже, ну, не время у родителей спрашивать, да, я все время искала, у кого бы спросить, вот, и, видимо, это в нас заложено, наверное, отец Александр, что мы интуитивно хотим совета у Господа, да? Ну, по-детски, да, вот дети, кстати, очень искренне воспринимают веру, а потом потихонечку люди ожесточаются сердцем и перестают нуждаться в Боге, считая вот достаточным собственного мнения и даже готовы ошибаться бесконечно, лишь бы только ничьё мнение не принимать как авторитет. Ну, Бог может любое сердце умягчить, даже каменное. Лена, ты нашла ответы, завершая программу? Я, кстати, хотела сказать, вот дети так, я, кстати, спросила у Матвейкина, уже Матвей Андреевич, ему 26 лет, сказала, спросила у него перед программой, а ты как сейчас-то вот у тебя с уверенностью, с верой? С верой он сказал, ну, наверное, примерно так же, потому что он человек взрослый, самостоятельный, самодостаточный, принимает много самостоятельных решений, и, как он говорит, если у меня есть какая-то задача, я понимаю, что мне нужно это сделать, и это хорошо. Он верующий человек, у него есть, ну, не скажу духовник, но, скажем, такой старший друг, священник, духовный наставник, он обращается к нему за советом, берёт благословение, молится всегда, но принимает решение, идёт и действует так, как считает нужным и правильным, поэтому, да, где-то он в голове, вот эта матейка сам не может, когда не получается, или когда есть какие-то вопросы, то, конечно, это всегда с молитвой, с причастием, поэтому... Спасибо, Леночка, тебе за эту тему, такую интересную, да, мне кажется, что она многих волнует, потому что верить в себя сейчас все психологи рекомендуют, да, а правильный, наверное, самый понятный, такой очевидный вариант – это верить, действовать с Богом. Спасибо большое за этот эфир, напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангамер, и мы обсуждали тему «Верить в себя – это хорошо или плохо». У нас инициатором программы была Елена Сурняева, тележурналист, телеведущая, и в гостях был предприниматель, основатель САТИ «Бэйби-клуб», отец «Пятерых детей» Юрий Белонощенко и протерей Александр Березовский, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Спасибо вам всем большое, всего доброго, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Клуб частных мнений на радио «Вера». Субтитры подогнал «Симон»